Игра по правилам или женщина за рулем. Ишкаролинка Екатерина Золина и Екатерина Максимова представили Морел на всероссийском конкурсе по автомобильному многоборью среди женщин Автоледи 2012. А девушек требовалось продемонстрировать умение управлять автомобилем и знание правил дорожного движения. Соперницами наших были около 120 участниц конкурса из 55 регионов страны. Вот так уже без спешки и волнения Екатерина Золина выполняет привычную ей змейку. А меньше месяца назад ей и еще одной Екатерине пришлось поволноваться. Представляя Морел на всероссийских соревнованиях Автоледи 2012 девушки стали 11-ми в командном зачете. С детства я с машинами, с детства я за рулем. С 18-ти я получила права и начала работать инструктором. Упражнения для меня были легкие, очень простые, мне так показалось. Там была эстафета, змейка передом. Конечно, все это было уменьшено, но не как обычно сейчас по автодрому. Более ста участниц из почти 60 регионов России. Несколько часов ожидания и всего 4 минуты, чтобы привыкнуть к машине. Несмотря на молодость, обе Кати – опытные водители. Однако признаются, на конкурсах такого уровня всегда есть чему поучиться. Мне показалось, что некоторые даже были неподготовлены. На уровне учеников даже было. Даже до такого доходило. А некоторые были очень сильные соперники, особенно из Питера девочки и из Татарстана. Когда ты у нас в республике, то вроде уже все знаешь. А когда в другом регионе, в незнакомом, как другие ездят, опять же, и к чему стремятся, то это какой-то полезный опыт для того, чтобы тоже совершенствоваться. 70 к 30 примерно в таком процентном соотношении, где в лидерах девушки, формируются сейчас группы в автошколах. Так называемое женское вождение стало популярным несколько лет назад, отмечают профессиональные водители. Но одно дело – получить документ, совсем иное – водить машину. Не секрет, что из женской половины новоиспеченных водителей большинство так и не решаются сесть за руль автомобиля. Нельзя сопоставить мужчину и женщину, потому что как есть среди мужчин плохие водители, так и среди женщин. Но единственное – от женщины можно ожидать что угодно. Это непредсказуемость. А как-то хуже, лучше водят, агрессивнее. Женщины тоже есть с агрессивным вождением. В Мариелл тех, кто меньше года назад получил право управлять автомобилем, чуть меньше 10 тысяч. Без постоянной практики, по словам специалистов, навык вождения теряется уже через 6-7 месяцев. Так что затягивать не стоит. Всего сейчас в республике более 42 тысяч женщин-водителей. Мужчин почти в 5 раз больше. Но, как отмечают в ГИБДД, на аварийность пол не влияет. Неважно, кто за рулем – мужчина или женщина. Только соблюдая правила и проявляя уважение ко всем участникам дорожного движения, можно избежать неприятностей на дороге. Продолжение следует...